Девушки отдыхают Добрый день Эрнон ждет внутри Ну что, достал его? Убийца сбежал в Эрген, в Нижнюю Мархию Он заставил Трис телепортировать их обоих Холера! Да он издевается над нами Ну ладно, если он хочет поиграть, мы ему покажем Кажется, у тебя есть новости Лоредо снюхался с Кэйдвеном Купец, который у него проживает Это агент Хенсельта Наш почтенный комендант Принял полный кошель золота И поклялся поддержать Кэйдвенские отряды в случае открытого конфликта И что теперь? Я собираюсь взять этого шпиона за грудки И вытрясти из него все, что только можно А коменданта Лореда Я приговариваю к смерти Роше, нам надо в Нижнюю Мархию В Эйдирн Я никуда не поплыву, пока с этим не разберусь Шпион может что-то знать про убийцу королей Я не удивлюсь, если за всем будет стоять Хенсельт и Кэйдвен Если ты так хочешь, давай займемся этим шпионом Ладно, теперь внимательно Повторять я не буду У нас две цели Первая шпион Кэйдвена некий Арнольд Малигер Его берем Вторая Бернард Лореда Комендант Фактории Он предал Тимерию А таких мы живыми не берем Обоих скотов возьмем прямо в резиденции А чтобы проникнуть внутрь Мы используем уникальные умения Бьянки и похоть Бернарда Не называй его, пожалуйста, по имени Мне это действует на нервы Как скажешь Дом Лореда Первый этаж Здесь у него приемная У Геральта был случай там осмотреться Регулярное патрулирование Второй этаж Комнаты прислужников Лореда Они считают себя самыми страшными мясниками по эту сторону Яруги А на деле это банда доходяк в рубашках цветочек Третий этаж Это логово льва Здесь Лореда держит награбленные ценности Спит, жрет, срет и дрочит на эльфскую статуэтку Туда имеют доступ только следующие лица Арнольд Малигер Мать Лореда Его двоюродный брат и, внимание, девки Не знаю, остались ли у меня эти шмотки Каждый раз, завершив обход фактуре, Лореда заказывает себе двух барышень Бьянка станет одной из них Этот дом – гребанная крепость Но Лореда расширил ее еще одной пристройкой Вот через нее внутрь и проберется ведьмак Бьянка откроет тебе окно После этого Геральт импровизирует Ну, а Бьянка свое дело знает Зинан и Рикард будут прикрывать вас со своих позиций Когда станет горячо, гоните гадов ближе к окнам Я с остальными жду в полной готовности В крайнем случае мы войдем со стороны двора В крайнем случае Это все Вопросы есть? Нет Тогда работаем Вернан ждет внутри Ин-ин-интересно Рановато еще Приходи, как стемнеет Вернан ждет 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 Эй, таскад какая. Эй, таскад какая. Твоя карета ждёт в переулке, славный кавалер. Добрые духи будут тебя опекать. Вот с этой башни. Ред� China Fall Award COVID-19 Ну, где ты? Ты спряталась? Мы любим играть в прятки. Сейчас я тебя найду. Ну, хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты дружок этой новенькой? Откуда ты знаешь? Где она? Комендант её в башню забрал. Тебе надо поторопиться. Ты думаешь? Сразу было видно, что она не одна из нас. Девка девку всегда узнает. Но я и подумала, что тут что-то неладно. Прежде чем её забрали, она успела мне прошептать. Окно в пристройке. А когда эта гнида пошёл отлить, я увидела, как ты перелезаешь через стену. Как мне добраться до Лореда? Когда она развлекается, то никого не впускает. Но у его матери есть ключи. Ты, должно быть, очень её любишь, раз так рискуешь. Да. И где эта мать? Сидит в подвале. Перегоняет Фиштих. Спасибо. Теперь исчезни. Перелезь через стену и беги отсюда. Если тебя остановит высокий мужчина в синем, расскажи ему обо всём и передай, что его план был гениален в своей простоте. Благодарю тебя. И если ты сможешь войти в башню, убей его, ведьмак. Пусть он подыхает долго и мучительно за всё, что нам сделал. Пусть он подыхает. Пусть он подыхает. Пусть он подыхает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если так, то напрасны и твои усилия Как в пророчестве и тлины Зерно уже посеяно и вскоре взойдет Замолкни и давай ключ Ой, ключ, ключ Куда же я его... Дело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не подходи! Одеваешься как шлюха, так и веди себя как шлюха Сначала я тебе выебу, а потом отрежу сиськи, договорились? Себе отрежь сиськи, выродок! Обожаю, когда сучки брешут Субтитры сделал DimaTorzok Это ловушка, берегись! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не оставляйте меня тут, умоляю! Ты не похожа на шлюху, эльфка Меня зовут Мориль Какой сейчас месяц? Потом поговорим Ты можешь идти? Я здесь не останусь Хоть бы пришлось ползком ползти Так, через сад далеко я не дойти Геральт, придется выходить через главный вход Веди нас! Какой сейчас месяц? Ламос! Уже осень? Когда меня похитили, падал снег Значит, отец ребенка... У этого ребенка есть только мать Когда я поняла, что беременна, то хотела покончить с собой Ну что за глупости ты говоришь? Я Айен Сейтхи Я не смогу Я, наверное... Твою мать У нее воды отошли Геральт, сейчас будем рожать Ёптать Возвращаемся в башню Понадобится чистая кровать и теплая вода Пусть к нам никто не лезет Приведи помощь Тревога! Чужой в башне! Я, конечно, недостаточно Я, конечно, животных Кий-оу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геральт, ты вовремя. Куда вы все подевались, Роже? У нас по дороге неприятность приключилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня победил человек. Я старею. Ну, что теперь? Тебе повезло. Ты заслужил пытки, но раз уж нет под рукой подходящих инструментов, я просто отрублю тебе башку. Ты умрешь, как воин. Хорошо. Без башки тебе будет хорошо. Хорошо, что это ты. Глупо было бы сдохнуть через столько лет от случайной стрелы или от простуды. Ух, халера! Тебе снова повезло. Сюда идут твои лучники. Но помни, Йорвит, я победил тебя сейчас и всегда смогу сделать это снова. Посмотрим. Еще посмотрим. Этот выродок сбежал, но я уверен, что мы еще о нем услышим. Тьфу ты, сраные нелюди. Да хрен с ним, с Йорвитом. Что с Лоредо? Где Бьянка? Лоредо мертв. Я спас Бьянку в последнюю минуту. Что случилось? Твой план был не самый... Мальчик, Геральт. Здоровый мальчик. Не понял. Это чей ребенок? Морель. Чей? Мы нашли эльфку. Лоредо похитил ее почти год назад. Сделал ей ребенка. Тьфу. В жизни бы эльфки не коснулся. Хватит. Сейчас не время. Корабль ждет. Что же ты наделала? Зачем? Не трогай меня! Ненавижу это место. Готовьте корабль к отплытию. Что с ребенком? Мы не можем взять его с собой. А кто приютит полукровку в этой паршивой дыре? Сигерим. Отдайте его Сигериму из Бендюги. И не забудьте сказать, что это ребенок Морель. Убийца оставил нас с носом. Нет, правда. Он похитил Трис Мерригольд. Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтоста, убийца забрал и его бывшую советницу. Недолго думая, я ступил на палубу баржи и, прихватив с собой у Геральта, отправился вглубь долины Понтера. Именно в этом краю, называемом Верхним Айдирном, стала лагерем армия короля Хэнсенба. Король – это ключевое слово в моем плане по имке убийцы. Особый отряд его величества, да будет ему земля пухом Фольтоста, всю дорогу молчал, так и не порадовав нас ни единой шуткой, вроде «пяти способов освежевать эльфа». Воистину, разум способен измыслить лишь ограниченное число гадостей, ибо затем человек сам собой погружается в некоторое подобие размышлений. Йорвит ждет, Дхойне. Где он? Он заставил Трис телепортировать себя в Нижнюю Мархию и забрал ее с собой. Нет! Скаета Эли в Айдир не заплатят кровью за мою глупость. Элиас, готовь отряд к выступлению. Вы отправляетесь немедленно. Во Флотзаме был погром. Улицы залиты кровью твоих братьев. Я знаю. Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты хочешь, чтобы я вместе с тобой убивал людей? Я жажду смерти каждого из этих Дхойне. Но я говорю не об этом. Сейчас наша цель – Нижняя Мархия. А почему Нижняя Мархия? Долина Понтера. Долина Понтера притягивает голодных псов, как кусок хорошего мяса. Из Каета Эли в первых рядах. Потому что это наша земля. С незапамятных времен. Я не разбойник, Гвинблейд. Я полководец Великой Армии. Ты хочешь создать государство эльфов? Государство эльфов уже существует. Оно называется Долблатанна. Там правит Франциска Финдебаир. Правит? Нет. Она просто выполняет поручение Нильфгаарда. А мы хотим создать настоящее свободное государство. Край, в котором эльф сможет войти в людскую корчму. В котором люди будут без опаски заходить вглубь леса. И ты решил стать королем. Король Йорвит Первый. Я не хочу быть королем. Я уже говорил, что знаю того, кто достоин править. Осталось возложить ей корону на голову. И чья это голова? Женщины, которая верит в справедливость, порядочность и честь. Которая не продастся Нильфгаарду за горсть аренов. Ее зовут Саския. Это что, твоя подружка? Не шути так, Гвинблейд. Ты говоришь о ней так, словно она для тебя больше, чем женщина с головой, пригодной для короны. Ты поймешь меня, если ее встретишь. Скоро весь мир услышит о деве из Аэдирна. Женщине, наделенной беспримерной отвагой. И на чем основаны слухи о беспримерной отваге? Она убила дракона. Ты сказал, что отправляешься к Вергену. Это правда. Чего тебе искать в краснолюдском местечке? Армия Хенсельта встала лагерем на правом берегу реки. Дева и чародейка собирают силы для обороны Аэдирна. Какая еще чародейка? Филиппа Эйльхарт. Что риданская ведьма делает в Аэдирне? Только она сама может рассказать о своих планах. И чего ожидает от меня командующий армией? Чтобы ты отправился со мной в Аэдирн. Может, разыщешь там свою чародейку. И наверняка познакомишься с тем, кто скоро изменит расстановку сил на всем севере. Туда два дня пути. Ты не успеешь. У меня есть план. Какой? Сначала скажи, что будешь нам помогать. Хорошо. Я помогу вам. Мы достанем лето вместе. Отлично. Не будем терять времени. Нам нужно захватить барку, на которой держат пленных. Ты хочешь с горсткой эльфов отбить корабль в городе, где только что случился погром? Беру свои слова назад. Ты не просто все осложняешь. Ты сумасшедший. Моя мама тоже так говорила. Я здесь. А, наконец-то. Фактурия вся на ушах. Там полно солдат. Ты уверен, что это хороший план? Мы не станем входить в город. Мы разделим отряд. Ты ударишь со стороны пристани, и у тебя будет отличный проводник. Я с остальными подойду по реке. Большинство стражников сейчас должно быть в фактории. То есть погром нам на руку? Я бы сказал это несколько иначе. Ясное дело. На пристани может быть опасно. Если ты думал, что все будет легко... Не в этом дело. Попробуем пойти на хитрость, как с лета. На пристани помощи не будет. Зато стражники нас не задержат, а на барке всего горстка людей. Ха. Они будут мертвы прежде, чем успеют достать мечи. И тогда мы дадим сигнал остальным. В этот раз от нас никто не уйдет. Согласен. Сделаем по-твоему. Скайтаэль. Эвельян. Врихед. Врихед. За мной. Вот мы и на месте. Надо пройти через ворота. Просто как лямбас с маслом. Что? Ничего, Дхойне. Веди. Стой! Кто идёт? Ведьмак. Я поймал эльфа. Да не просто эльфа. Йорвида. Лоредо обосрётся от счастья. Лоредо приказал доставить его на барку. Ха. А мы уж собрались топить всю эту погонь. Прямо тут? Чтоб нам падалью воду отравило. Нет, ниже по реке. Идём. Йорвида поймали. Закрыть ворота, чтобы и мышь не проскочила. Знаешь, что самое смешное, Гвинблейд? Ну? Я превратил жизнь этих Дхойне в ад. А сам здесь впервые. И как тебе другая сторона не дали? Они тоже видят меня в первый раз. И что-то не мучаются угрызениями совести. А должны? Наверное, нет. Они хотят посмотреть, как я умру. Я хочу посмотреть, как умирают они. Таков порядок вещей. Стороны медали придумали философы из Оксенфурта. Они просто никогда не были в таком месте, как Флотзор. Никто не должен сегодня умереть, Йорвида. Кроме солдат-коменданта. Стоять! Куда идешь с Энтим-эльфом? Это Йорвида. Лорида приказал доставить его на тюремную барку. Йорвида собственной сраной персоной. Этот ублюдок моего брата застрелил. Никто не обидится, ежели я с ним немного позабавлюся. Ладно. Отведи душу. Только быстро. Это тебе за моего брата, собака эльфская. Видел этого мелкого паршивого тхойня? Такие нравятся мне больше всего. Их убиваешь, как сорняки пропалываешь. Очень успокаивает. Если бы ты вступился, это было бы подозрительно. Думаешь? На самом деле я просто неплохо повеселился. Надеюсь, на барке ты тоже сможешь развлечься. Я вот точно повеселюсь. Куда это ты? Я веду Йорвида на барку. Приказ коменданта Лореда. Рядок. Проходите. Приказ коменданта Лореда. 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 Я возьму те, что справа, а ты слева. Теперь я тебе доверяю. Какой ты легковый. Я из тебя не зима выпью. Парни, ко мне! Я знал, что ты снюхался с этими ушлепками, мутант. Ну что, чувствуешь себя героем? Если вы отчалите, я сожгу ваших девок живьем. Отплываем. Наши женщины готовы к смерти. Я на это не готов. Я иду за ними. Эй! Комендант Лоредес пятил. Не готов. Но... Вот дерьмо. Мы, видимо, молодеемся. Где Лоредо? Сбежал. Квинтлейк! Лоредо стягивает подкрепление. Надо уходить! Вся башня снизу горит. Прыгайте. Развяжи нас. Помогите! Варедо ушел. Ему недолго осталось. Если его не прикончат местные, это сделает кто-нибудь еще. Это не важно. Ты спас наших женщин. Мы в долгу перед тобой. Помоги мне найти Трис и убийцу королей. Тогда мы будем в расчете. В таком случае, Наверген! Отходим! Вернан Роше уплыл отсюда без проблем? А что ему сделается? Мы поговорили немного, пока ты шел на скалы с лучниками. Я хочу, чтобы он понял. Он смог уйти только потому, что я ему это позволил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тимирский особый отряд Создан королем Фольтостом после первой войны с Нильфгардом для борьбы со Скайтаэлями Ветераны, профессионалы, лучшие из лучших Это конец, Роше Видишь гербы? В моей коллекции не хватало только Тимирских лилий Я победил командиров всех особых отрядов на севере Теперь я смогу объединить Скайтаэлей Заканчивай, что начал Я не убью тебя, Роше Мы, Айн Сейтхэ, не убиваем представителей вымирающих видов Живи И помни, кто тебя победил, потому что я могу сделать это еще раз Вафаэль, Вернан Роше Ты совершил ошибку, Йоррит Я найду тебя Отплываем Отплываем Убийца Убийца оставил нас с носом Нет, правда Он похитил Трис Мерригольд Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтоста Убийца забрал и его бывшую советницу Недолго думая, я ступил на палубу баржи И, прихватив с собой у Геральта, отправился вглубь долины Понтера По словам эльфов, именно там, под знаменами Вергена, собиралась Вольница, чтобы сражаться с Кайдвенскими захватчиками К моему отряду в этом путешествии присоединились весьма примечательные личности Признаюсь, что соседство с мерзавцами и убийцами из отряда Скайтаэли само по себе довольно отвратительно Но помощь Йорвит и его овеянной дурной славой компании все же могла оказаться весьма пользительной Помощь пользительной, не складно Словом, полезной Три тысячи человек Сгорели в одну минуту Я помню, какая была тишина, когда об этом услышали в Венгерберге Во дворце, на улицах, в домах Вся столица молчала Все так кричали Я была здесь, за пригорком, в самой гуще Что ты задумала, Саски? Я не позволю продать Айдирну У нас нет сил на войну с Хенсенком Придется начать переговоры Дела военные остались не у нас Ярпин Зигрин говорил, что король очень всплечен Спровоцируйте его, заставьте начать бой, а потом уже займемся переговорами Я все еще не могу поверить, что дворяне нас предали Забудьте про дворян, принц После того, как мои ребята побили их на Дыфне, они ничего не значат В имя Гревы, мой господин Эта девка сам дьявол воплотит Во-первых, у этой девки есть имя Во-вторых, у меня нет полководцев лучше нее А все прочие нас предали Но она чудовище Грева послала мне сон Дьявольская Идна пожрет твое наследство Помолчи, Альшан Мы уже пришли Мы все подпишем У нас гости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую тебя, Стеннис, сын Демовенда Приглашаю тебя на переговоры Привет тебе, Хенсельт Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома Но я не припомню, чтобы высылал тебя приглашение Феллард все сделал за тебя Это он меня пригласил И я не нарушал мирного соглашения Пока Ах вот как Сударь Броган Будьте любезны проводить графа Фелларта В уединенное место И там его обезглавить Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король Твой отец был Моего отца нет в живых И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну Ваше Величество Я прошу дать мне охрану Этот молодой человек безумен Взять его Ваше Величество Как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Феллард Есть еще вопросы? Отлично В таком случае перейдем к делу Хорошо сказано Карты на стол Со мной в лагере больше двух сотен вооруженных людей Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов А за рекой ждут пять тысяч закаленных в сражениях молодцов Атаковав Айдирн, ты нарушишь соглашение Центрийского мира Все королевства Севера будут обязаны поддержать меня Никто тебе не поможет Родовит Риданский, князья на юге Забудь о них, мальчик Они тебе не помогут Мир Досрал я на него жидким калом Ты остался один Не совсем Саския, не вмешивайся Пожалуйста, пожалуйста Оказывается, у тебя есть дар речи, девица Саския Убийца драконов Ты еще красивее, чем говорили Добавь еще вот эту девку Без нее крестьяне бросят сжечь господские усадьбы И вернуться на поля Для тебя сплошная выгода Не бывать этому Эта земля под моей охраной И если больше ни у кого не хватит отваги, чтобы противостоять тебе Это сделаю я А теперь слушай, король Я даю тебе час на то, чтобы покинуть верхний Айдирн Если ты этого не сделаешь Война Если хоть один коэдвенский солдат останется на этой земле на полминуты дольше Война И вели своим Герольдам огласить Что ты приносишь извинения народу Айдирна за этот позорный набег Иначе война Ха-ха-ха-ха А у тебя есть яйца, женщина Если я на такое соглашусь, мои солдаты решат, что я трус Элебаба Я Хенсельт из Арткарайга Я не привык удирать от барышень, даже если они убивают драконов Кроме того, ты мне нравишься Я хочу эту страну, хочу золото и хочу тебя, убийца драконов Взять их! Остановитесь! Во имя Кревы, Фреи и Милители! Милы! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Геральт, ну чего уставился? Будто духа увидал. Не обнимешь старого товарища? У Геральта плохо с головой. Ха! Так он и вправду зарубил Фольтеста? Мне только лучше. Фольтест был сукой себе на уме. Этот и Геральт молодец. Не в этом дело. Он потерял память. Я не убивал Фольтеста. Да какая разница? Ну кто-нибудь другой его прихлопнул? У нас теперь беда поважнее. Где Саске? Уууу! А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать. Потому как Саския и принц Пеннис, фу ты, Стеннис, пошли переговариться с Хенсальтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну, мало ли что. Солнце погасло. Зовите магичку! Идём, Геральт. Прикрывайте Саскию! Прикрывайте Саскию!